Биополитика 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 Время от времени всплески политической активности в этом поле мы уже наблюдаем. А теперь посмотрим на биологическое неравенство. Рост новых индустриальных стран, прежде всего Индии и Китая, требует питьевой воды, которой нет, продуктов питания, которые можно произвести в достаточном количестве только искусственным путем. Однако при сторонении влияния этих двух зависимостей на будущее человечества следует подчеркнуть, что для нас важнее тот вид зависимости, который в меньшей степени поддается аналитической проработке. Современная наука имплицирует два важнейших допущения. Первое состоит в том, что все люди делятся на тех, кто мыслит и действует спонтанно, и тех, кто осознает свое действие мышления. Этот, идущий от эпохи просвещения примитивный идеализм, обнаруживает тенденцию, более научную, чем философскую, рассматривает человека не как субъекты мышления, а как природный, биологический, биофизический, биохимический объект. Иначе говоря, здесь мы им делаем с ренатуризацией человека. Старый человек на доброй старой планете за одно последнее столетие, не только старательно уничтожил в военных и политических акциях около 600 миллионов себе подобных, но и почти непоправимо испоганил любимую планету. Как шутили в советское время, нельзя ждать милости от природы после того, что мы с ней сделали. Поэтому неизбежна нужда в какой-то другой мифологии. В конце концов, какой угодно – научно-исторической, эсхатологической. Последнее особенно ярко проявилось после создания атомной бомбы, когда научное знание оказалось неспособным ни к осознанию генезиса данного этапа своего развития по причине слепой веры ученых, самоценность науки или привычного незнаниями истории. Контроль за распространением этого оружия был поручен политикам, равным невежественным как в истории, так и в науке. Значит, человек сам творит условия своей собственной гибели, неуклонно приближаясь к коллективному самоубийству. Такова вырождена эсхатологическая мифология нашего времени. Выход один. Человеку вместо изменения природы необходимо изменить самого себя. Но может ли он? И кто этот он? Или за него это должна сделать наука? То есть ученые по поручению политиков, следующих будрым рекомендациям тех же ученых, но фигурирующих уже в качестве экспертов. И эта банальнейшая мифология дожила до начала 21 века и стала частью более общей глобалистской политической мифологии. Второе допущение в осознании современной науки обоих открытий. Этическое. Оно состоит в том, что каждому человеку приписывается способность и обязанность осуществлять себя с человеком вообще. Иначе говоря, осуществлять свое индивидуальное существование с общей человеческой сущностью. Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека гласит. Геном человека лежит в основе изначальной общности всех представителей человеческого рода. Права людей равны вне зависимости от их частных индивидуальных генетических характеристик. По своей этической наивности это живо напоминает высказывания энтузиастов дарвинизма 2-19 века, по поводу которых Владимир Соловьев шутил. Шутил. Раз все мы произошли от обезьяны, то давайте любить друг друга. Считаю, что сегодня мы можем говорить о равноправии только как о равноправии носителей разных индивидуальных способностей, а не как обладателей одного общечеловеческого генома. И тогда мы будем иметь дело с равноправием сознательных индивидов, личностей. Но этический идеал современной науки это индивид, отождествляя себя с неиндивидуальными, общечеловеческими качествами. Иначе говоря, тот индивид, кто платит своей индивидуальностью за свое равноправие. Но посмотрите вокруг. Из поля рефлексии как ученого, так и политика полностью устраняется идея об индивиде, который сам решает, с кем или с чем ему себя отождествляют. С человеком вообще, с политиком или с ученым. То есть идея личности. Как пишет Федор Гиринок, существование же человека требует неравенства, нехватки того, что рождает волю и эмоции пассионариев. Человек возникает как привилегия немногих быть людьми, как неравенство, у которого нет конца, потому что место человека всегда пусто. Хитрость мира состоит в том, что он создает неравенство людей, как иллюзию всякой возможности стать человеком. Привилегия быть человеком – это фикция. Мираж, который заставляет двигаться, идти к нему, чтобы никогда не прийти. Поэтому каждый может попытаться стать человеком. Или, как говорил Михаил Гаспаров, «Но есть одна неделимая обязанность перед самим собой – обязанность понимать себя и жизнь, в которую тебя бросила твоя судьба». Ни экологи, ни генетики, ни политики, снова и снова рассуждают человека вообще, не представляют себе ни синхронного среза антопологического состояния современного человека, ни истории хотя бы пяти последних тысячелетий, предшествующих к сегодняшнему положению дел в политике и науке. Поэтому они попросту не способны увидеть в личности важнейшего фактора формирования и функционирования того постоянно флуктурирующего массового объекта, той популяции, так сказать, которым условно называем человеческим обществом. В отсутствие личности никакое общество не может найти свое описание, ибо человеческое окружение и человеческую среду может описать только индивид, уже осознавший себя из этой среды исключенным и субъективно ей противопоставленным, то есть личность. Во-вторых, такое описание общества личностью оказывается возможным только в тех точках, где в этом обществе есть хотя бы еще одна другая личность. Не думая о личности, устраняя ее из интенциональности научного мышления и сосредоточив всю прагматику этого мышления на суммарном, абстрактном человеке вообще, физики и биологи 21 века тем самым разрушает и единственный тип личностных социальных отношений — этику. Но ведь только личность может быть субъектом этики. Устранив этическую личность, ученые сами себя поставили лицом к лицу с политиками и политикой, предоставив в их распоряжении не только результаты своих исследований, но и самих себя как актуально работающих ученых. Теперь же эта ситуация переходит и на так называемых инноваторов, что мы наблюдаем как в массовое время — сервилизм инноваторов, упование на государство и политику. Будущее человечества не обязательно вытекает из известного науки настоящего. Таким образом, остается возможность возникновения пока неконтролируемых современным научным знанием изменений, не имевших прецедентов в прошлом. Такие изменения могут по своей природе быть как биологическими или социальными, так и чисто психологическими. Последнее особенно важное, прежде всего, из-за их непредсказуемости. Ведь современная политическая рефлексия привыкла оточислять психологию человека с общественным мнением, в то время как всегда остается опасность нарастания обычно нерезкого, флутационного, негативных психологических тенденций, которые длительное время не отражаются в общественном мнении и доходят до средств массовой информации. Только тогда, когда они переходят в фазу коллективного или массового психоза, получившего в науке название «схизма генеза», они начинают объясняться по аналогии с подобными психологическими сдвигами, прошлым или даже столковываются в качестве особого рода задержанных исторических рефлексов. Взрывные психологические извики дают эффект, прежде всего, в образе жизни и лишь затем сказываются на политической рефлексии и негативном отношении к социальным структурам. Тогда с опозданием пришедший в себя социолог, психолог или политик с изумлением оглянется и увидит другого человека. Спасибо за терпение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!